Друзья, всем привет! Вы слушаете SD-Cast, 124 выпуск. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, Кэйс Даймон, на дворе примерно осень-сентябрь 2020 года. И сегодня у меня в гостях Михаил Боднарчук, веб-разработчик из Киева, но более, наверное, известен тем, что он является автором Codeception и Codecept.js фреймворков для тестирования. Миш, привет! Привет! Ну что, давай по традиции расскажи чуть больше про себя, как давно ты и чем занимаешься, и как вообще попал в наш славный айтишный мир? История, конечно, попадания в айтишный мир слишком длинна, и поэтому я, наверное, не буду углубляться. Скажу только, что никогда не хотел заниматься этим ужасным веб-девом, никогда не хотел писать тесты. Тесты – это вообще ужас, кто их придумал. Я хотел делать игры, как каждый целеустремленный молодой человек, но потом в какой-то момент оказалось, что для того, чтобы делать игры, это нужно и модельки рисовать, и сценарии делать, и, в общем, количество рук. У меня всего лишь две, голов тоже как-то очень мало. Поэтому вот я сфокусировался на том, что у меня получалось, и в итоге я оказался в веб-деве. Кстати, вот я понял, что бойцовский клуб я сделать смогу сам, а вот дальше уже как-то не уверен. Так я оказался в веб-деве, и вот сажат, а моя мечта улетела куда-то без меня. Ну, а в веб-деве тоже так подумал, что я же могу и бэкэнд, и фронтэнд, и тесты. О, кстати, тесты, займусь-ка я ими. И так я вот фокусировался, фокусировался, и вот искал свое предназначение. Ну, и как-то в тестах просто больше никого не было особо, и, наверное, здесь я и остался. То есть сейчас я работаю и как программист, и когда там автоматизатор, когда нужно что-то написать. Ну, и попили его к своей там решениям. И очень их, в принципе, мне нравится то, что большую часть времени сейчас я занимаюсь своими проектами. Ну, а вот именно опенсорсом я целенаправленно занимаюсь где-то с 13-го года, когда одна из компаний мне даже донаты платила за концепшн. А потом с 16-го года я уже перешел на свободные хлеба и как бы пытаюсь жить с опенсорса. То есть как бы много денег не зарабатываю, но, в принципе, на жизнь хватает. Так что богатый атишник – это не я. Слушай, ну зато ты этот самый, как сказать, свободный атишник, сам себе хозяин. Да, да, это того стоит. Я думаю, что мы это еще поподробнее обязательно об этом поговорим. Про опенсорс и про донаты – это интересная, я думаю, тема. Ну, давай, наверное, вот вначале все же поговорим про кодцепшн. Наверное, самый такой первый, ну, старый твой, потому что кодцеп.js довольно новый, свежий. А все же начиналось все с кодцепта. Кодцепшн, в смысле, именно по фреймворку на PHP для тестирования, довольно популярный, в общем-то. Многие его знают и любят. Вот расскажи немножко, как вообще появилась идея сделать, ну и вообще, так сказать, как все начиналось. История очень классная. Я, в принципе, даже на конференциях один раз рассказывал чисто, вот как оно все появляется. Значит, работали мы с товарищем на одну компанию, такой американский стартап, который не выстрелил. Причем не выстрелил он настолько, что один из авторов этого стартапа потом поехал в Афганистан отрабатывать кредит. То есть, мы там ему пишем, эй, привет, Джон, как там у тебя дела? Ты там нас помнишь, мы твои программисты из Украины. Джон, так хорошо, сейчас ракета пролетит, и я вам отпишусь. Да, стартап вот не удался, то есть, вообще, но очень был прикольный опыт. Мы поработали в команде, почувствовали этот стартаповский драйв. Было обидно, конечно, что наших конкурентов прям их купил скайп, а нас не купил никто. Но, в общем, одной из проблем в нашем коде было то, что мы его писали, но он работал крайне нестабильно, и мы там не понимали, что происходит, и я начал пытаться внедрять какие-то тесты. В принципе, я внедрил их неплохо, это была Symfony первая, там был свой тестовый фреймворк, я их внедрил, они работали, и, как говорил наш CTO, пару раз спасали нам жизнь. Но была проблема, никто не мог понять, что они делают. Никто не мог нам помочь. Даже потом приходили канадские консультанты, то есть, когда проект начал шататься, и все было плохо в техническом плане, пришли канадские консультанты и говорили, ну, в принципе, мы поднимем проект, все нормально, но тесты нужно будет выпилить. То есть, вот первое решение как консультантов. Шикарное решение. Ну, вот снова наш CTO сказал мне, тесты оставьте. Ну, и, в принципе, да, проблема была, и я поговорил с нашим SEO, что дай мне пару недель, и я сделаю прототип, тесты будут у нас гоняться точно так же, только вы сможете их читать. И так появилась первая версия концепшена, которая называлась TestGuy. Почему TestGuy? Потому что наши эти фаундеры всегда писали нам «Hey, guys!». Я потом еще очень много боли из-за этого слова получу, но это чуть потом будет. И поэтому логично назвал его так, запилил как плагин к первому Symfony, и, в принципе, все работало классно, замечательно. Только, как я сказал, стратап развалился, а с ним развалилась и первая Symfony. То есть, это был вот такой переломный год, я бы сказал, осевое время, когда Symfony уходил, и первый уже был стар, но и второго еще на горизонте не было, Laravel тоже нет, Zend там тоже, на второй как-то еще они только переписывали. Короче, вот было полное затишье на рынке фреймворков. Сейчас вот очень сложно такое представить. То есть, Symfony 1 уходил, а Symfony 2 еще был кос, крив, ну и, честно говоря, там была абсолютная смена парадигмы от Rails-based фреймворка, которым был Symfony 1, нам начали пихать типа спринга симфоничного. Ну вот, мне кажется, только сейчас он созрел к тому, чтобы быть более-менее юзабельным. Все остальное время, мне кажется, Symfony – это была полная боль. Может, она до сих пор такой же есть. Ну и, короче, к Symfony 1 плагин был уже никому не нужен, и мне было очень жалко бросать работу, которую я сделал. И я начал делать так, чтобы моя эта штука работала совсем подряд. То есть, я попробовал подключить к Zen-Doo, к Symfony, потом, когда появился Laravel, к Laravel, к E. К E было очень сложно подключить, но мы там совместными усилиями с командой, так я с ней познакомился, это мы сделали. И, в принципе, таким образом проект стал как раз независимым и мультифреймворком. И у меня было уже достаточно много свободного времени, я его начал пилеть. Потом в какой-то момент мне очень повезло, что благодаря E-комьюнити появился спонсор. Ну как, он сказал, нам нравится Conception, мы его в себя внедрили, и, в принципе, мы бы тебя наняли на… Вот ты на нас работал, половину времени ты можешь работать на Conception. И это было просто офигительное предложение. И, учитывая то, что вторую половину времени они мне так и не придумали, чем занять, я всё своё время работал на Conception где-то года три. Было очень прекрасное время, но было немножечко нестабильно и стрёмно, потому что я не знал, с как долго эта лафа будет тянуться. И что… Короче, вот знаешь, живёшь в золотой клетке, то есть вроде всё хорошо, вроде замечательно, но вот боишься и слово вякну, типа «А вдруг про меня вспомнят?» Ага, ага. Да, но в целом было всё очень позитивно. Да, с трепетом вспоминаю, это прекрасное время. Ну, а потом, когда спонсорство закончилось, то… Таки вспомнили. Нет, там мне просто сказали, что просто реорганизация в менеджменте, поэтому, если хочешь, там разрабатывай наш продукт, который, кажется, на Е1. Я сказал как-то «Не хочется, не хочется». Ага. И я начал работать на себя. То есть, в принципе, к тому времени уже какие-то консультации начали появляться по концепшену, то есть начал проводить тренинги. То есть, в принципе, жить стало немножечко хуже, но гораздо интереснее. То есть, когда ты зарабатываешь не тем, что ты пишешь код, ну вот код мне писать нравится, вот проводить тренинги и всякие онлайн-эдюкейшн, там консультации, мне не нравится абсолютно. Но когда тебя вот вырывают из твоей зоны комфорта и говорят «Нет, тебе это нужно делать, потому что денюжка», ну, я этим занимался, и в принципе оно неплохо. То есть, где-то месяц живёшь, ничего не делаешь, ну, за деньги, а потом внезапно какой-то такой неделя стресса, где тебе нужно там онлайн-тренинг провести или там куда-то поехать в другую страну, там походить в офис. Вот так, в принципе, оно и происходило. Ну, в целом, по концепшену, если так вот, что он, честно говоря, не было такого вот момента, когда он взял и вот выстрелю-выстрел, я бы не сказал, что он выстрелил, он просто накапливался, 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 и он, в принципе, до сих пор растёт, хотя я активно в него уже не вливаю. Но сейчас мне самому страшно, какого монстра я выстроил. Сейчас бы, если подумать, сколько там всего функционала, когда открываешь код, господи, какая там мешанина всего. И я понимаю, почему я принимал те или иные решения, и понимаю, что сейчас бы я такое не поднял. Тем более, вот мне очень несложно было переносить какой-то из этого опыта на JS. Во-первых, потому что в JS всё гораздо проще, то есть какие-то вещи, которые в PHP из-за строгой типизации, из-за строгой этой классовой системы, ну там не можешь взять чужой класс и начать его колбасить, как тебе нужно. Из-за этого приходится придумать какие-то свои кастели, то в JS пару строчек кода, фига как оно уже работает. То есть в JS мне в этом плане гораздо гибче кажется, и поэтому количество кода получилось сравнительно гораздо меньше. И поэтому в целом мне сейчас больше приносит удовольствие работать с JS, но вот ту часть усилий, которые я вливал и комьюнити вливал в концепшн, оно как бы позволяет работать с концепшном и делает эту работу стабильной. То есть у меня в принципе до сих пор есть какие-то планы по внедрению новых фишек в концепшн, но гораздо есть меньше времени, чтобы с этим работать. То есть мне кажется, что концепшн в принципе состоялся, у нас одно время было достаточно большой комьюнити корр разработчиков, 8 человек, сейчас их гораздо меньше, человека 3. Но на пике развития, там где нужно много колбасить фич, стабилизировать функционал, это было важно. Сейчас важнее просто поддерживать совместимость со всем, и чтобы он просто работал. То есть вот такая фаза развития проекта. Но при этом установки растут, так что я считаю, что это сексесс, и главное, что он сейчас не отнимает много времени, как это было раньше. Не, ну понятно, что если уже прошел какой-то такой пик, когда много-много всяких фишек, которые действительно нужны, и уже более-менее стабилизировалось, ну конечно, новые идеи не были, есть и будут всегда, но как минимум уже стейбл, и кто-то юзает все это, это круто. Слушай, а расскажи, вот в тот момент, я так понимаю, особо ничего каких-то альтернатив к концепшену не было, так сказать? Не, было-была. Была. Это тоже такая история противостояния с Бехатами, она была очень такая жесткая, потому что Костянтина Кудряшова, который промолчил Бехат, я еще как бы знал лично. Ну и в целом, скажем так, это была очень такая сложная история, потому что, в общем, концепшен и Бехат, они изначально были очень похожи, и то, и то сценарий от Driven Framework, но Костя продвигал идею, что вот все должно быть в BDD, а все, что не в BDD, это анафема, и это вы ужасные разработчики. То есть такой вот религиозный фанатизм, и, ну в принципе, знаешь, как-то оно очень хорошо там цеплялось за мысли программистов, они любят себя обвинять в том, что их код не очень, и BDD как церковь спасения от плохого кода, им как-то эта идея очень зашла. И когда я начал двигать альтернативную вещь, которая как-то не была подкрепленной какой-то методологией или парадигмой, ну было очень сложно, потому что сразу прибегали в комментарии люди, а почему не Бехата, вот потом сразу прибегал в Костя, говорю, вам нужны Бехат. То есть было очень сложно это все продвинуть, особенно потому, что Эверзет, Костя, Константин Кудряшов, он был активным членом симфонии сообщества, и в принципе вот он мог достучаться ко всем опинион-лидерам, и мог им это объяснить, а я был никто, и меня не особо кто-то служил. То есть когда я начал выходить в какие-то публичные пространства, там в Твиттере или в Реддит, ну пытался продвинуться на зарубеж, мне было очень сложно, потому что, ну в общем, набегали религиозные фанаты вот BDD и топили все это. Я как бы тоже начал отвечать агрессивно, там тоже начал как-то этим взаимодействовать, что не было как-то очень хорошей формой продвижения себя, но в целом я не знаю, в принципе я вот как-то выдрался наверх этого PHP-сообщества, но могу сказать, что переломным моментом стало две вещи. Первое, Костя забил на PHP и ушел в менеджмент. В принципе, если будет возможность пригласить его, послушай, это будет тоже интересная история. И в общем, да, вот он перестал меня троллить по Твиттеру, и как-то стало это, ну или мы подросли, что ли, как-то вот это все устаканилось. И во-вторых, меня пригласили на конференцию, первую международную конференцию в Турции, где я познакомился со многими людьми из PHP-сообщества, там с Джорди из Компоузера, с Марка Пивета, ну короче, с опинион-лидерами, которым я уже на личном контакте смог уже там чуть больше, ну не то, чтобы я им уже не мог продвигать концепшн, я им мог продвигать себя. То есть, в принципе, я вроде нормальный человек, они со мной знают, то есть они уже, если что, меня там поддерживают. И это, мне кажется, самый важный этап, когда начинаешь ездить по конференциям, знакомишься с комьюнити, ну и продвигаешь свой проект как бы непрямым образом. И в целом, вот так оно у меня закрутилось. Закрутилось. Прикольно, прикольно. Ну, как бы да, тут, когда тебя не знают, и как бы все же так через интернет, ну сложно судить о том, что за человек, а когда ты там познакомился с лично, уже как бы можно чуть лучше представлять, и какой-то сразу такая невербальная такая некая связь появляется, что как бы, ну да, что, нормально, человек делает, молодец, open source, в свое свободное время, как бы, окей, попробуйте где-то, уже как минимум не будет какого-то такого негатива сразу навеянного там какой-то, так сказать, толпой или там, так сказать, другими какими-то факторами. Причем у нас все время же был Хаббер, то есть по нашему сегменту было достаточно легко продвигаться, взял, написал статью на Хаббер, тебя прочитали, тем более, что на Хаббере я давно. А как продвигаться там, когда ты там юзер с малым количеством подписчиков, непонятно. Ну да, да. Ясно, слушай, а расскажи, расскажи тогда немножко, вот как Conception у тебя устроен, ты уже говорил, что спустя годы, так сказать, смотришь на него немножко с такой, ну, непрезрением, ну, короче, понятное дело, что, так сказать, уже сейчас бы ты так не написал, но тем не менее, вот просто немножко, чтобы для тех, кто с ним не работал, не представляет, да, что он из себя, проект, Conception представляет внутри, как бы, вот опять-таки, мы уже упоминали термин там BDD, да, Behavior Driven Development, вот как бы и про это тоже немножко, так сказать, можешь рассказать. Ну, я начну с того, что он не внутри, а что он снаружи представляет, это FullStack Testing Framework. FullStack означает, что на нем можно вот тестировать все уровни приложения от юнит до браузерных тестов, и все оно будет работать в одной парадигме и на одном движке. Зачем это нужно? Потому что вы хотите вот увидеть полностью весь фидбэк от всего проекта по всем уровням, и вот та концепция, которая вот есть в Conception и нету в других фреймворках, это сама концепция этих уровней. То есть, Conception изначально подталкивает человека к тому, что тебе нужны не только юнит-тесты, тебе нужны еще функциональные, тебе еще понадобятся браузерные. То есть, он как бы сразу дает вот правильный путь, но почему-то, как оказалось, разработчики боятся того, что, о господи, вместо одних только юнит-тестов мне приходится писать еще кучу других тестов, они это все как-то сложно. То есть, Conception как бы решает очень много проблем, но из-за, он очень простой фреймворк для входа, но из-за того, что он тебе сообщает об этих проблемах изначально, он достаточно сложный, и мне кажется, это вот делает его как бы чуть не таким популярным, как, допустим, тот же PHP-юнит или Bhead, потому что Bhead и PHP-юнит они сфокутированы, по сути, на одной проблеме. PHP-юнит – это, конечно, юнит-тесты, а Bhead – это BDD, а мы вот делаем все, ну, я бы сказал, мы делаем все хорошо, то есть, у нас можно писать, кстати, те же самые Bhead-овские тесты в Георген-сценариях, можно тоже их делать. То есть, все уровни тестирования, ну, и за счет этого, конечно же, повышается сложность фреймворка, что у нас есть много форматов, тестов, как их можно запускать, у нас есть поддержка всех версий PHP-юнита, у нас есть поддержка всех версий Symfony, Laravel, и вот за счет того, что нужно, во-первых, держать само ядро достаточно обширным, чтобы поддерживать весь возможный функционал, ядро еще основано на PHP-юните, поэтому нужно еще тянуть весь в себе PHP-юнит, нужно поддерживать модули к разным фреймворкам, модули интеграции с базами данных, то есть, почему концепшн классный, потому что есть какой-то тебе продукт, там, какой-то E-фреймворк, какая-то база данных, и ты просто говоришь, подключи мне модуль для E, подключи мне модуль для базы данных, подключи мне модуль для Redis, если эти Redis используются, для Monge, там, что есть, вот все подключи, и он тебе просто дает сразу же функционал для тестирования этих штук, и тебе почти не нужно писать свой кастомный код, который будет к этому коннепиться, то есть, ты фокусируешься на тестах, и вот с этой идеей, собственно, мои продукты разрабатываются, чтобы я не думал о том, как там что-то синферировать. Инфраструктурный код, короче говоря, скрыт уже от тебя под фреймворком решается. Да, и вот это как раз очень крутая абстракция, что твои тесты не захламляются этим инфраструктурным кодом, это очень классно, потому что если посмотреть на аналогичные тесты, которые люди пишут сами, они делают мешанину, и ты вот потом открываешь тест, и ты без дупляж что он, собственно, делает. Это та проблема, которую я решал изначально, когда делал концепшн. Ну да, то есть, там вот эти всякие подключения, подготовка всего ради одной строчки теста. базы там. Классно, классно, ну, понятно, слушай, вот давай, наверное, ты говоришь, тест, а что, вот интересно подискутировать на тему, ты говоришь, там, разработчики боятся, ну, вообще странно, потому что, как мне кажется, наоборот, даже есть и очень правильные порой, мне кажется, высказывают мысли, что не всегда те же самые там юнит-тесты, это как бы золото-серебряная пуля, потому что иногда проще и дешевле написать несколько там интеграционных тестов, таких верхнеуровневых, да, которые тебе сразу там некую айпишку просто пронизывают на все, и это решит, ну, скажем так, даст тебе уже хоть какую-то уверенность, там, запас прочности, чем писать миллион юнит-тестов, которые там под капотом что-то будут где-то проверять. Ты вот как вообще сам смотришь на подходы к тесту, то есть, интересно. Ты просто только что прочитал мои мысли, то есть, это как раз тот подход, который я обычно пропагандирую, потому что, по сути, юнит-тесты это то, что делает PHP-юнит и делает их хорошо, а вот, когда действительно тебе нужно какой-то более высокоуровневый тест про ту же айпишку потыкать, и я согласен, что эти тесты, они как-то их гораздо быстрее писать, они быстро тебе дают хороший каверидж и вот уверенность в том, что у тебя оно протещено, и вот как раз на этом уровне функционального, где ты можешь работать с фреймворком и тестировать его айпишку, то есть, тут есть две разные возможности, ты айпишку дергаешь как внешний сервис или как внутренний, и в принципе, концепшн позволяет делать и так, и так, но если ты тестируешь это как внутренний сервис, то есть, когда тест и код, они находятся в одном потоке, у тебя есть просто огромные возможности по дебагу, по скорости выполнения, по тем данным, которые ты можешь проверить, то есть, в этом плане функциональные тесты, вот то, как ты их описал, они будут офигенно эффективны, то есть, действительно, может даже юнит-тесты не понадобятся, в зависимости от проекта, мне кажется, что далеко не все PHP-проекты дошли до того уровня, что там есть что-то, что можно тестировать юнитами, может сейчас уже как-то люди как-то так структурировать, но все равно функциональные тесты, они, мне кажется, до сих пор самые эффективные, и вот именно на них, я согласен, нужно акцентироваться, ну а потом, чтобы пирамида разрасталась вверх и вниз, там и браузерных тестов докидывать, и юнит-тестов докидывать, тут действительно есть такое ограничение, что просто далеко не все можно протестировать юнит-тестами, и не все интеграционно, все зависит от архитектуры, если есть какая-то бизнес-логика, и она живет в изолированном обществе, там ни с кем особо не общается, может только в базу данных иногда ходит, да, ее можно покрыть юнит-тестами, интеграционными тестами, но большинство проектов у них, эта бизнес-логика, она размазана, и там, к сожалению, вот такого вот ядра выделить не получается. Ну да, тут, конечно, вопрос архитектуры, там вот этот domain-driving-дизайн и прочие штуки как бы встают на ура, и действительно, обычный типовой проект, мне кажется, это, собственно, неважно какой-нибудь фреймворк, у которого там миллион контроллеров, и вот вся твоя бизнес-логика, она размазана по контроллерам, по каким-то отдельным сервисам, которые где-то вынесены, где-то не вынесены, и как бы одним типом тестов, в общем, ты не спасешься в любом случае. Хорошо, слушай, а расскажи немножко вот интересный там по всем вопрос какие-нибудь оптимизации, масштабирования, потому что тесты, ну как бы вот когда начинаешь писать тесты, да, если там действительно большие проекты, тестов становится много разных, и в больших проектах всегда стоит вопрос, как бы, как там их побыстрее, чтобы они запускались, как там их оптимизировать, еще что-то, вот, есть ли какая-то такая проблема, в смысле, вот, для концепшена, и как-то, или же такой проблемы не вставало? Ну, проблема, конечно, есть, и она упирается в тот факт, что PHP, он однопоточный, то есть, в целом, можно какие-то там придумывать костыли, запускать там отдельные потоки, потом мэршить репорты, но в любом случае это костыли, и мне кажется, эта проблема, в первую очередь, хорошо решается не на уровне фреймворка, а на уровне CI-систем, то есть, там гораздо проще настроить GitHub Actions, который тебе будет параллелить эти процессы, а концепшен, например, может тебе позволить разбить все твои тесты по группам, то есть, у нас достаточно мощный инструментарий, который позволяет пройтись по всем тестам, и рандомно сформировать тебе группы, там, можешь даже какую-то статистику предыдущих запусков подтянуть для этого, а потом просто запускать независимые потоки и мершить их, то есть, оптимизировать, ну, оптимизируя, не оптимизируя, все равно тесты, если их писать много, они будут медленны, поэтому лучше купить там дополнительное время на CI-системах или там агентов подключить, как это у кого работает и гонять их во много потоков. Ну, самая боль, конечно, с браузерными тестами, там, вообще, народ там в кубернейтах их гоняет просто, чтобы они были хоть как-то быстрее, потому что, ну, браузерные тесты, это вообще очень сложная история, потому что, ну, нужно там запустить сначала тесты на 50 потоков, поднять 50 браузеров, каждый браузер по гигабайту оперативы, а потом, когда они закончатся на 10, ну, 10 минут, допустим, каждый поток пройдет, все это схлопнуть, но это точно нужно на кубернейте делать, и вот один из вариантов этого очень сильно топить в инфраструктуру, чтобы это все поднять, другой из вариантов это использовать коммерческие решения, которые это будут делать, но в любом случае это уже не на уровне фреймворка решается, это решается на уровне инфраструктуры, и вот каждый раз, когда я сталкивался с инфраструктурой, я понимал, насколько я лох в этом деле, и что мне туда лезть не стоит. Понятно, ну, в принципе, правильно, что логично, да, фреймворк делает одно, а, так сказать, сейчас там девопсы, вот это все, как бы там есть, в общем, какими способами это все масштабировать. Классно. Слушай, расскажи вот немножко, как вообще проект этот развивался. Ну, там вначале ты сказал, что вот, так сказать, ты там начал писать, потом там упоминал, что у вас там лучшие какие-то такие на пике было там восемь кор-контрибьюторов, просто интересно как бы вот, ну, так немножко в ретроспективе посмотреть, да, вот ты вот там начал писать, как там ты вот начал где-то выступать, да, где-то кто-то потихонечку набиралось, там популярность, какая-то, так сказать, сообщество росло, как появились контрибьюторы, вот интересно, расскажи так в историческом таком ракурсе. Ой, ну, сложно, я как-то нечасто вот в голове проматываю этот фильм назад, поэтому какие-то кадры, конечно, выпадают. Ну, что вспомнишь, просто какие-то... Судя по всему, очень многие. Какие-то яркие, может быть, там, как кто-то пришел, как это все начало. Просто всегда интересно, потому что проект появился, да, но проект без комьюнити это штука такая, как бы ты для себя, конечно, можешь его пилить, где-то юзать, но все равно хочется, как бы, если ты выложил в OpenSource, чтобы он как бы был полезен, интересен кому-то еще. Когда это становится так, то обычно появляется, ну, как всегда поток каких-то хотелок багов, которые там, и то тоже не так давно, как мне кажется, знаешь, началась вот эта такая смена парадигмы, что действительно можно, если ты нашел баг, ну, приди и ты заведи ищу как минимум хотя бы, то есть, что это легко и просто сделать, да, потому что ведь как, нашел баг, ну, и сидишь себе тихим сапом, многие сидят, даже не говорят, то есть, только ругаются, матерятся, что вот у них там все плохо, а ты баг завел, да нет, зачем, я лучше так просто поматерюсь, что у них все плохо, да, вот, мне кажется, вот это сейчас немножко поменялось, сейчас действительно как бы более все открытости, можно прийти там завести, но вот все равно, как у тебя появилось какое-то сообщество, как контрибьюторы пришли, откуда, то есть, вот расскажи немножко. Я вот не могу вспомнить момента, когда появился первый контрибьютор, как-то все это уже очень давно, я лучше расскажу, как появился первый корт-контрибьютор, это был парень из Киева, никнейм Tiger.co, он мне очень помог на ранних этапах, то есть, тут, мне кажется, на первом этапе, когда ты начинаешь смотреть там пол-реквесты человека, в принципе, видно, что если человек достаточно там много активно и пишет пол-реквесты, то в целом его можно как-то пригласить побольше поучаствовать в фреймворке, и вот как-то мы списали с ним, я даже не помню, кто первый кому написал, возможно, он мне, и, честно говоря, вот когда люди меня находят, оно как-то гораздо эффективнее получается, чем я, когда пытаюсь находить людей, ну, это классно, то есть, люди как бы заинтересованы и очень мотивированы, то есть, мне кажется, одним из первых советов, это не стесняйтесь искать мейн-трейнеров, и, в принципе, возможно, ваше внимание и ваши проблемы будут достаточно интересны, и вот я как-то гораздо активнее отвечаю людям, которые мне пишут напрямую, чем в Ишисе, ну, вот как-то так я устроен, как человек, это мне спамят в Телеграм, я стараюсь больше отвечать, чем в Ишисах, которые я, ну, да, я знаю, чувак, у тебя там боль, у тебя там проблемы, у меня свои проблемы, так что извини, ну, и как-то так, действительно, можно установить личный контакт, слово за слово, мы там, как бы, стали там работать над развитием, и в целом, вот, что, у нас как бы сразу образовался такой вот рабочий конфликт, что я хотел там педалить код, коммитить, пушить в мастер и так далее, а он меня останавливал, типа, нет, давай там ведем правила форматирования кода, там, кучу спорили из-за принятия этих стандартов, кучу спорили по поводу того, как все это организовать, то есть у нас, в принципе, было очень много разного, скажем так, я убегал вперед, а он меня устанавливал, и пытался делать, как бы, объяснять мне, как делать хорошо, и в этом плане, вот, у нас получилось, как мне кажется, достаточно продуктивно, что проект действительно начал развиваться органично, и вот, как бы, с каждым новым контрибьютором, оно, как бы, повышалось качество, например, мейн-дейнер концепшена, который сейчас, как бы, делает релизы, то есть, по сути, занимается всем в концепшене, ну, мы с ним познакомились с тем, что он, как-то написал, я не помню, как конкретно, но, как бы, с общим посылом, что вот, фреймворк говно, как бы, здесь оно все не работает, я ему написал, ну, так, помоги, там, сделай pull request, сделал pull request, типа, ну, я, конечно, это говно попытался разгрести, но что-то оно все равно, и вот, как-то, в целом, мы тоже начали общаться, и, ну, реально, чувак очень помогает, потому что он очень систематично делает релизы, просматривает pull request, ну, и ему, в принципе, это гораздо больше сейчас нравится, чем мне, то есть, вторая умная мысль, что не бойтесь общаться с людьми, которые вот вам не нравятся изначально, или которые говорят вам не то, что вы хотите услышать, и находить вот такой конструктивный диалог, ну, и вот, потом я просто начал искать людей, которые активно там с Laravel работают, с Symfony, и начал приглашать их в мейнтейнеры, и так мы разрослись до 8 человек, то есть, что делает Core Team, она review with pull request, то есть, допустим, когда я не работаю с Symfony, мне очень сложно понять, какую проблему решает это решение, и мне нужно, как бы, просить этого человека, посмотри-ка, и так вот по очень многим областям, так как фреймворк слишком большой, постоянно нужна, как бы, куча многих, куча людей, типа, попробуй это на своем проекте, оно у тебя там точно сработает или нет, потому что очень много решений приходится там принимать вслепую, типа, ну, да, возможно, оно решает твою проблему, на наших каких-то очень маленьких проектах оно ничего не сломало, а давай примем этот pull request, то есть, вот, чем больше таких вот людей в Core Team, которые могут проверить на своих там проектах, насколько это решение, в принципе нормально, тем оно стабильнее получается. Не, ну, тут логично, что невозможно быть экспертом там во всех фреймворках, как бы, да, и если ты там, как бы, не знаю, активно пишешь, условно, там на Symfony, ну, блин, знать хорошо там Yi и там Laravel одновременно, ну, очень сложно, да, понимать вот эту парадигму, как она там устроена, поэтому, конечно, классно, когда в Core Team есть как бы люди, которые там из разных областей, и могут, скажем так, с большей экспертизой оценить и даже проверить, что самое тоже интересное. Это круто. Ну, хорошо, да, и потом более-менее как-то так вот кто-то из этих остался, да, и кто-то, ну, кто-то, так сказать, уже там немножко тоже, видимо, сменил, так сказать, интересы, вот, тем более… Это да, многие ушли из PHP, что, в принципе, и меня немножечко касается, ну, как бы, в принципе, работает, проект живет. Ну, хорошо, хорошо, но сейчас все равно еще, я так понимаю, есть какие-то, да, запросы там на новые фичи регулярно, ты, говорил, что тоже у тебя есть планы какие-то там, что-то еще в него, там, какие-то новые штуки, внедрить идеи, поделись. Пока-то… Пока не особо много, но я вот недавно посмотрел, что в PHP появился еще один альтернативный фреймворк, это PEST, в принципе, интересно, мне понравилось, как он выводит репорты об ошибках, там тебе показывается не stack trace, а сразу показаны код, вот, как он, source code, и эта строчка подсвечена, где у тебя произошел фейлер, и я вот, наверное, внедрю такой же функционал, тем более, что он там, это тоже есть отдельная библиотека, collision, вот, подумаю, может, это внедрить, и будет круче для отчетов. Ну, это такая, типа, инструментация кода, как бы, когда ты весь source code покрываешь, вот эти самые… Не-не-не-не совсем, это просто замена stack trace, она, когда ты смотришь на сам код, то есть тебе в конце, ты не упала на такой-то строчке, тебе показано саму строчку, и все, что рядом, чтобы ты понял, что там происходило. Ну, контекст, да, более наглядно получается. Ну, да, такой UX штука, это из того, что реально хочется в core впилить. Ну, в целом, если будет желание, нам бы очень помог бы кто-то, кто мог бы помочь в развитии концепшн с Laravel, потому что я с Laravel конкретно сейчас не работаю, а он сейчас очень активно развивается, и было бы классно, если бы у нас была получше интеграция, там, просто Laravel уже там в версии 7 или 8, они сменили версионирование, и выходит теперь каждые полгода. А у нас модуль интеграции все еще называется Laravel 5, вот уже эта проблема, типа, переименовать все и везде, это достаточно сложно. Ну, конечно, нужно смотреть на совместимость, поэтому, если кто меня слушает и кто хочет помочь концепшну в развитии, там направление Symfony, Laravel или что-то еще, то приходите. Я вот помню, одного из майн-тейнеров, там как раз просто вышел на Symfony конференции, сказал, привет, я пилю концепшн, все меня, кто-то знает, но у нас есть проблема перехода на Symfony 4. И вот меня услышал один товарищ, и очень помог, он там надел полреквестов, то есть как бы проблему миграции на Symfony 4 мы решили. Здорово. Он как бы ушел, то есть как бы он не поддерживает это все сейчас, но вот было бы неплохо, если бы приходили новые люди и тоже помогали какие-то такие точечные вещи, но внедрять, потому что, ну, да, у нас нету проектов на Symfony, мы его активно сейчас не используем, и хотелось бы больше как бы людей со стороны, которые активнее контрибьютили. Ясно, классно, классно. Писать мне в личку. Да, все контакты будут. И сейчас я могу не читать. Да, это мы заметим. Хорошо, слушай, но про концепшн вроде более-менее понятно, как бы так, что и как с проектом есть, куда, чего движется, развивается. Давай, наверное, теперь немножко поговорим там про Concept.js, как я так понимаю, сейчас больше такой твой акцент интереса, куда сейчас сконцентрировано. Расскажи, как ты к нему пришел. Было написано PHP, подумал, давай-ка, что бы мне такое для фронт-энда, для JS не запилить. Или как? Ну, вообще, да, хотелось как-то, я понимал, что PHP это достаточно такая нишевая штука, которая, в принципе, не растет. То есть, в принципе, технология уходит вперед. Но PHP, он как умело, красивенько, быстренько, отдавать статику и коннектиться к базе данных, так, в принципе, он не особо развивался, и комьюнити, в принципе, не росло тоже. То есть, это вот как бы сразу появилась мысль, что нужно куда-то расширяться. И вот посмотрел, посмотрел в сторону JS, а там как-то, ну, я не понимал, как бы, как я туда все интегрируюсь, потому что там не было таких вот, если PHP это сосредоточено вокруг фреймворков, Symfony, Larvel, это как бы отдельные миры, то там такого вообще не было. То есть, вот идея full-stack фреймворка там не могла развиваться в принципе, потому что каждый педалил бэкэнд как мог, и не было каких-то общих стандартов. Ну, и до сих пор нет. То есть, поэтому я начал смотреть, а что я могу привнести к этой парадигме. И в какой-то момент я узнал, что существует два движка для тестирования. Это WebDriver.io и Protractor. Я такой, а я же могу написать абстракцию, которая может работать с этими движками одновременно. Потому что в принципе моя парадигма из концепшна, она как раз выстраивалась на том, что мы строим абстракцию и вводим технические детали внутрь и фокусируемся на коде. И вот попробую-ка я написать что-то такое, что будет работать с WebDriver.io или и с Protractor, и можно переключаться. В то время Protractor была очень популярная штука, потому что это же Angular, нужно его как-то тестировать. А WebDriver.io была чуть лучшая библиотека для WebDriver.io. То есть в принципе сейчас бы я сказал, что между этими движками разницы особо нет. Но тогда это было действительно принципиальное решение, что из них использовать. И вот я начал строить, запилив концепт.js, который я думал, ну будет простенький такой лайтовый обвесочек, это же не фуллстэк тестинг, юнит тестов у нас нет, ничего там такого серьезного не будет. А тут как оказалось, что я неплохо предугадал развитие экосистемы, что начали появляться тулы, которые тестировали веб-сайты и уже не были основаны на WebDriver.io. То есть первое, что появилось, это было Nightmare.js. Это тулы, которые просто загружало твое приложение в электрон и как бы гоняло эти тесты в Headless Mode в электроне. То есть то, что сейчас по сути делает… Да, я помню такое было дело. Да, сейчас это делает Cypress, кстати, Cypress тоже достаточно старая штука, они в то время, наверное, тоже так делали, просто они не были в опенсорсе. Ну это действительно очень мощная новая парадигма, то есть тебе не нужно устанавливать там Java, сторонние тулы, и оно работает быстро, круто. И мои первые тесты показали, что в три раза ускоряется все, и это было реально классно. И очень много новых людей пришло на Concept.js, именно чтобы попробовать на Nightmare погонять его, потому что синтаксис самого Nightmare был сложный, а у Concept было все достаточно просто. Тем более, что я очень хорошо постарался, чтобы улучшить работу с асинхронными штуками, потому что то, что первое время приносило мне головную боль, это то, что все на промесах, к счастью, тогда уже все было на промесах, а не на колбеках, но еще не было синк-авейтов. Поэтому приходилось выдумывать кучу своих штук, которые просто делают очень простую вещь, которую вот PHP-шники просто не представляют, что ты должен очень усилиями мучиться, чтобы заставить команды работать друг за другом. Это было заставить, чтобы оно просто выполнялось одним за одним, а потом еще, ужас, тебе нужно прервать выполнение, чтобы получить переменную, а потом использовать ее в следующем шаге. Для этого пришлось педалить, ну не в костыли, там очень такие сложные архитектурные решения, которые работают до сих пор. И в целом эти решения, мне кажется, до сих пор очень классными, как я их тогда реализовал. То есть если в обычном JavaScript, ты по сути каждую команду должен под ней ставить await, то есть в современном JavaScript, когда у тебя уже есть. Ну да, просто ставишь await, и вот они у тебя последовательно выполняются. Все красиво. Ну как красиво. Ты читаешь эти строчки, await, 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 await. То есть люди уже просто ставят на каждой строке, там уже даже не думая синхронная, она не синхронная, просто await, если что-то не сработало, поставь еще пару await, а вдруг теперь точно сработает. То есть в концепте я сразу постарался от этой штуки убраться, то есть поменьше визуального мусора, побольше читабельности, там, где await не нужен, мы его не используем. А вот там, где действительно нужно прервать выполнение, чтобы получить данные со страницы, использовать их дальше, то есть реально прервать эту цель, я вызываю await. Ну, концепт-жес вызывает. И в целом такая парадигма очень неплохо работает, но это, мне кажется, до сих пор такая проблематичная часть вот джеса, и туда, когда заходят новые люди там из питона, из джавы, им это сложно понять. Ну, и концепт-жес, мне кажется, до сих пор самый простой тул для входа на рынок, ну, тех людей, которые приходят из других языков, потому что там сравнительно легко понять все это асинхронщин, скажем так, с них, скорее всего, не придется столкнуться. Но когда, если или где-то вы с ней столкнетесь, ну, вот у вас будет боль, и вы там ничего с этим не поделаете. Я вот на днях читал Глеб Бахмутов из конкурирующего проекта Cypress.io, писал, что он потратил два дня с CTO Cypress, они вместе, ну, VP of engineering плюс CTO, два дня ковыряли бажину, что где-то в одном месте они await не поставили. То есть это о том, что эти проблемы будут, и вы, кем бы вы там, каким бы гуру не были, вы с ними, вы с ними столкнетесь, и вам придется сложно с ними бороться. Да. Ну, хорошо, да, давай, в общем, как-то вот ты попробовал. Да, и сейчас я продолжу, наверное, что потом вот появился, появились три движка, которые мы поддерживали на более-менее уровне, потом появился попытеротка команда Google, то есть тоже якобы не ожидал, но это было вот просто что-то, ну, не знаю, революция вот в тестировании браузера, потому что вместо обрезанной API-шки, которую давал нам веб-драйвер, и костылей, которые давали на AdMare, тут мы получили решение, которое запортилось разработчиками браузеров. То есть паппетир, который делала команда DevTools от Google Chrome, это вот просто офигенно. Когда я там объясняю людям, почему это офигенно, я вот нажимаю F12 у себя на ноуте, открывается DevTools консоль, и говорю, а теперь представьте, что теперь все это вам доступно через API. И как бы можно было тесты гонять Headless, можно было в окне, и вот все оно работает офигенно, единственное в чем беда, что работает только в Хроме. Ну, сейчас уже и в Firefox, но все равно оно, как бы по сравнению с веб-драйвером, очень ограничено. И опять-таки, есть вот эта необходимость в общем фреймворке, который связывает все это абстракцией, потому что, ну, попробовали, мы с паппетиром погоняли, погоняли тесты, а тут приходит заказчик через две недели, говорит, тесты у вас классные, а нам еще вот на интернет-эксплоре и на Safari нужно. Ну, и в классическом случае ты говоришь, извините, но нет, никак не получится, нам нужно все переписывать, а здесь окей, поменяли конфиг, оно подъехало на другом движке. У нас вот такая история реально была. То есть, ты как бы можешь писать тесты и не думаешь о том, как бы, как оно будет происходить, как они будут работать, и что тебе придется делать, когда появится новая тула, а она, блин, обязательно появится. То есть, вот мы не ожидали, но та команда, которая пилила Puppetier, ее, я так понял, перекупили в Microsoft, и они запилили свой Puppetier, но Microsoft, и назвали его Playwright. Но там еще круче идеи, они добавляют вот все те вещи, которые нативно работают в Chrome, в Firefox и в Safari, но туда они добавляют через какие-то очень низкоуровневые патчи. И вот все это, ну, это уже тот же Puppetier, но работает уже кросс-браузерно, то есть еще круче на том же API. И мигрировать к Capp.js-овский проект, ну, поменял что-то в конфиге, и все, она заработала. Не, ну, мне кажется, вот вообще для веба это как бы довольно важная штука, потому что, как ни крути, браузеров, как говорится, много разных, и да, конечно, сейчас, к сожалению, ну, по сути, Chromium правит миром, да, такой глобально. Вот, непонятно, что там будет дальше с Firefox, но тем не менее, как бы все равно есть люди, которые пользуются и Safari, и Firefox, и другими браузерами. Ну, блин, писать тесты еще и по-разному для каждого браузера, но это как бы супер-оверхед какой-то, и, конечно... эту проблему как раз решил в свое время веб-драйвер, то есть они пошли по такому пути, что они там сначала, конечно, там Firefox пилили, а потом решили, нет, давайте мы вот будем стучаться в двери к разным разработчикам и стандартизируем автоматическое управление браузером, и вот они сделали это как V3C стандарт, что веб-драйвер это стандарт работы с браузером по там какому-то протоколу. И, в принципе, они эту проблему решили кроме, ну, только из-за того, что каждый браузер как бы по-своему там отдавал ресурсы, вот этот набор команд, которыми можно посылать браузер, он ограничен вот этим вот стандартом. И вот когда тебе нужно что-то кроме этого, например, перехватывать нетворк-реквесты, там их мог, для того, чтобы их мокать, там замедлять сеть, ускорять сеть, эмулировать там, десктоп, в общем, такие вещи, которые очень специфичны к браузеру, он не может это делать, и не потому, что он плохой, а потому, что это было решение на уровне стандарта, и это сложно внедрять для всех браузеров одновременно. То есть, ну, просто из-за такой внутренней бюрократии это уже просто невозможно. А по патире, тем более Playwright, они могут колбасить фичи достаточно быстро, потому что они сами это все поддерживают на уровне браузеров, и они могут все это, все, что есть в кишках браузеров, предоставлять наружу через внутреннее API. Это вот офигенно. То есть, как бы, для такого вот стамбильного кросс-браузера тестирования веб-драйвер вот всегда рулил. То есть, просто веб-драйвер был всегда медленный и не особо удобный. Поэтому, как только появился Puppetir, я начал вот все свои проекты на нем запускать. Но когда приходит заказчик и говорит, нет, все-таки нужен Safari, ну, хорошо, не факт, что ты, конечно, хоть и раз на том Safari что-то запустишь, потому что оно и так будет работать медленно, ты про Safari, скорее всего, просто забудешь. Но, как бы, технически такая возможность есть, поэтому дальше пилим на веб-драйвере. Круто, круто. Ну, да, я вот про Playwright тоже, наверное, хотелось бы кого-нибудь позвать про это дело поговорить еще поподробнее, потому что, в принципе, интересно, что они, я так понимаю, вытащили очень много подробностей. Вот эти вот патчи, я тоже читал статью, что они там как-то… Тут же важно то, что еще надо, чтобы протолкнуть, ну, так сказать, патчи для других браузеров, чтобы там поддержать какую-то фичу, которая… Да, ну, они, я так понял, работают за счет того, что браузеры опенсорсные, и пока браузеры сами не приняли эти патчи, они могут делать, ну, свои костыли и свои сборочки. И, в принципе, так он работал еще полгода назад, сейчас не уверен, как именно, но вот за счет этого он работает, за счет этих патчей. Кстати, вот интересно сравнить в этом плане Playwright и Cypress.io, что Cypress.io – это вот тула, которая стала очень популярной в среде именно фронт-энд-тестирований, в принципе, если там JavaScript testing, все сразу выбирают Cypress.io, потому что, типа, очень простой и очень… у них классная UI-ка. Но если заглядывать в кишки и как они там все это реализовывают, видно, что это, по сути, вот тот же Nightmare.js, та же идея, что мы просто запускаем приложение в электроне и оно там как-то крутится, а мы там как-то эмулируем клики и выполняем действия. И вот они просто, не знаю, просто напилили огромные слои кода, которые, по сути, эмулируют работу браузера. То есть, если подсчитать их код, что они там делают, они просто пишут в итоге свой собственный браузер. И поэтому у них такая большая проблема с миграцией на новые движки браузеров, с Cross-Bowser-Support, потому что, допустим, сделать тот же клик, им приходится прописывать кучу клик, они эмулируют JavaScript-ом, а в том же JavaScript-ом еще проверяют все возможные вещи, почему этот клик может не сработать, там элемент перекрывается или там анимация, то есть, там очень много таких низкоуровневых решений, которые, ну, мне кажется, в таких движках, как WebDriver или их порешали на уровне браузера, а у них им приходится это все выдумывать самим, и поэтому, то есть, Cypress, он крутой в плане UX-а, но как технология, которая работает непосредственно с браузером, он гораздо хуже того же Playwright, то есть, в Playwright мы получаем более качественное понимание того, как наш сайт реально работает с браузером, потому что это, блин, реальный браузер, то есть, когда ты там, ты можешь напрямую работать с клавиатурой, ты можешь напрямую работать со всеми фреймами, с кучей табов, с кучей других окон, то есть, в Cypress, ну, это просто технически невозможно, там, за счет ограничений самой системы, что они могут работать только на уровне той страницы, с которой они работают, и даже перейти в фрейм, это уже боль, и гораздо круче управлять всем браузером, чем одной страничкой. То есть, видишь, вот какой вот зоопарк просто решений, и когда ты вот сталкиваешься с этим зоопарком, ты, блин, думаешь, а что же мне выбрать, ну, и как бы, а можно там пойти по простому пути, брать то, что самое хайповое, брать Cypress, пободаться, с ним пободаться, а потом, ой, что-то оно там с айфреймом не работает, нет, нужно что-то другое, или брать стандартный веб-драйвер, ну, короче, что бы ты ни выбрала, но где-то вот тебе не будет хорошо работать, и постоянно нужно поднимать плюсы и минусы тех или других движков, ну, и как бы оптимальным решением будет все равно выбрать Concept.js, который тебе позволит легко мигрировать с одного на другой, то есть мы из всех перечисленных не поддерживаем только Cypress, по причине того, что, опять-таки, у них там очень сложная внутренняя система, как костылей, как они работают с браузером, допустим, они там не поддерживают X-PASS, а у нас очень много поисковых механизмов основанных X-PASS, поэтому подключить Cypress, при этом как бы не подключая их тесты, а подключить их как движок к выполнению браузера, оно достаточно сложно, то есть, возможно, если бы у меня там был месяцок времени, я бы его подключил, но сейчас я как бы не вижу возможности, хотя, конечно, было бы классно говорить, что Concept.js поддерживает все возможные альтернативы в живой мире, но, к сожалению, нет, но Cypress и так хорош, то есть, те, кому не нужны вот все эти нюансы работы там с браузерами, они выбирают Cypress, они достаточно довольны, то есть, я бы сказал так, что Cypress.io это вот именно для фронтендщиков, которым нужно протестировать компоненты, то есть, тебе не нужны все возможности браузера, типа табы, айфреймы и прочего, тебе нужно вот твой красивенький React-компонентчик протестировать на странице, а когда тебе нужно полностью про эти юзер-джорни от того, что я там зашел на страницу, я зарегистрировался, я загрузил файл, я оплатил кредитные карты и так далее, перешел на другой сайт, в страйпе ввел еще свою кредитную карту и так далее, то есть, полностью юзер-джорни, то Cypress это уже не вывозит, и для этого нужно все-таки более соответствующее решение, там, Playwright или веб-драйвер, ну и гонять через концепт JS. Слушай, понятно, интересно. Слушай, а расскажи, вот много ты знаешь, много ли вообще народу пишет вот такие серьезные именно, так сказать, юзер-джорни, то есть, когда по пути, или все же большинству это хватает каких-то там тестирований компонентиков, и на этом народ успокаивается, ну так вот, по твоим каким-то ощущениям. Мне сложно сказать, потому что это все-таки делают разные люди, то есть, там, где есть QA-отдел, там они уже пишут юзер-джорни, а там, где фронтенчики, ну да, то есть, тут очень сложно, потому что если в концепшене, когда я работал, я работал с программистами, то есть, моя аудитория была, PHP-разработчики, они там приходили, то в концепт-JS основная аудитория это QA-инженеры, у них совершенно на свой майнсет, они очень слабо понимают, что происходит там на уровне сервера, и по сути, им и не нужно это понимать. И тут мне кажется, я не думаю, что в одном проекте можно понять, что тестируется на компонентах, а что там уже покрыто юзер-джорни, я думаю, это абсолютно параллельные независимые процессы. Ну да, я понял, да, если у тебя большой-большой проект, есть отдельный там QA-отдел, ну или люди отдельные, с ролью QA, то, конечно, там уже есть и юзер-стори, там уже нормальные все виды тестирования, там, в общем, все красиво. Слушай, а вот расскажи, сколько уже тоже ты его пилишь, и как бы сколько у вас там сейчас тоже разработчиков, ну просто немножко так сказать, как комьюнити, девелопер, это все. пил ее я с 15-го года, причем я вспоминаю эти прекрасные моменты, когда, в общем, моей бабушке тогда был инсульт, и, в общем, я ее тогда возил в больницу и сидел с ней, ну а интернета в больнице не было, зато у меня был ноут, и было много свободного времени, и вот я вот сижу там в палате, пилю код, тем более, как бы гуглить, конечно же, там нельзя, но можно просто читать то, что сделано на JS, и хотя JS у меня было очень такое базовое понимание о том, как там все работает, то есть нода не работала до того вообще, ну читал код, что-то получалось, и, в принципе, как-то мне понравилось, что оно очень быстро я смог стартануть, то есть, как то, что я уже говорил, что объем кода сравнительно гораздо меньше в JS, то есть, сравнить PHPUnit и Mocha, ну Mocha, она чуть менее функциональна, но она где-то в 10 раз наверное меньше PHPUnit, то есть, можно сразу же запускать на ней какие-то настройки, они, блин, будут работать, и в целом я вот начал это пилить, потом начал продвигать, в принципе, моя первая аудитория пришла из Conception, потому что все начали переключаться на JS, стало интересно попробовать, то есть, за счет этого вот такое название не совсем произносимо и читабельное, потому что, ну да, оно в спайке с Conception, логично, что я оттуда как бы, что это вот есть некая связь, это такой способ был для привлечения первой аудитории, как ты вот сам сейчас сказал. Да, ну вот сейчас как бы оно немножечко ограничивает для новой, но в целом вот оно пошло так, двигалось, то, что проект как-то живет, я начал замечать, когда в Slack люди начали что-то писать, что-то отвечать, то есть, я завел Slack, но я его не открывал, просто не было Slack'а на десктопе, и, ну, я туда не заглядывал, а там как люди там что-то обсуждали, старались, там ла-ла-ла, блин, классно, там есть жизнь, и вот эта вот мысль, что там теплится жизнь, меня очень радовала, и, возможно, мне нужно было раньше там заниматься поддержкой этой жизни, там больше вкладывать в это, но в целом меня, меня узнают, что в JS очень нравится, что там постоянно есть какие-то новые челленджи, если в PHP мне как-то очень сложно придумать, что еще бы туда внести в концепшн, то в JS там вот каждый день там мир подкидывает новую штуку, и вот там вот появился Nightmare, нужно запилить Nightmare, появился Папетир, нужно запилить Папетир, там появились воркеры, нужно параллелизацию через воркеры сделать, там у нас есть два вида параллелизации на уровне самого движка, то есть вот это впиливает, то есть постоянно какие-то крутые штуки, которые, ну блин, хочется потыцать, попробовать и туда внедрить, там репорты красивые, там работу с данными мы запилили, в общем, и вот постоянно эти челленджи, они вот добавляли этого драйва, то есть последнее, что было, я как-то думал, блин, а вот неплохо бы UI-ку типа как Cypress'а запилить, но, наверное, это очень долго и сложно, и вообще я не справлюсь, так решил один товарищ из Германии и запилил такую UI-ку как Cypress, ну правда, запилил он ее очень архитектурно криво, то есть это он пилил по принципу фигак-фигак и в продакшн, то есть очень много кода, который работает непонятно как, и ты понимаешь, что нужно как-то все, чтобы оно работало в спайке, а не там, ты нажимаешь выполнить тест и оно стартует отдельный нодовский процесс, который эти тесты будут запускать, типа, а зачем, если можно, чтобы оно, сам сервер крутил эти тесты, ну то есть такие вот архитектурные решения, ну мы попробовали с ним поработать, но кажется вот с ним сотрудничество вот не наладилось, ну вот если я такой человек, что если мне там говорить, что я где-то неправ, я соглашусь и могу там уступить, то судя по всему он был как раз соло-игроком, который хотел там фигак-фигак и в продакшн, и поэтому сейчас мне приходится это поддерживать, ну и как раз вот в принципе в то же время я начал как бы тоже выращивать вот этих корр-контрибьюторов, сейчас вот очень активный парень из Тинькофф банка, передаю ему привет Саше Воробей, он мне очень помогает, потому что они там внедрили у себя концепт.js и постоянно там находят какие-то проблемы, вот делают решения, то есть он уже там сам релизы пилит, потому что, ну блин, нам же нужно, нужно быстро это внедрить, и вот в принципе оно так очень классно, когда ты видишь, где этот фреймворк используется, какие проблемы нужно решать, ну и в целом как бы есть люди у нас сейчас с разными бэкграундами, они по-разному используют, и вот тоже мы там общаемся и принимаем решение, что там нам нужно пилить, но возможно, что не так круто, что все равно основные какие-то новые фишки, они завязаны на мне. Еще, кстати, была интересная история с тем, что как я получил кучу контрибьюторов из Индии. Вот это расскажи, расскажи. Да, тем более это очень помогло разработке. Значит, как-то сидел, приходит мне письмо на почту, что мы такая-то компания из Индии, помогаем open-source проектам, у нас есть очень талантливые студенты, они бы могли заниматься вашим проектом, мы там полностью им оплачиваем их время, они месяц будут работать над вашим проектом. Я думаю, классно. Если этот талантливый студент из Индии за месяц сможет понять, о чем мой проект вообще, будет замечательно, ну, присылайте, то есть, без особой надежды, сказал я. Ну, вот, пришел один там парень, мы с ним пообщались, ну, вроде более-менее толковый, я говорю, ну, вот, возьми вот эту штуку, которая, как бы, когда, где-то она у меня в родномапе валялась, там, далеко-далеко, но у меня никогда не было времени ее там доделать. Ну, ты там поковыряй, может что-то получится. Ну, и я уехал в отпуск. Ну, я где-то, мы там списывались, он мне там что-то спрашивал и так далее, но я смотрю, фигак-фигак, у него эта фича берет и вырастает, приобретает очертания и уже почти вот то, что нужно. То есть, я понял, блин, так классно, ну, мне, конечно, пришлось там потом взять ее хорошо допилить, но я ему выдал реально те задачи, до которых просто никогда не доходили руки. То есть, я, как бы, человек, в принципе, скажем так, я понимаю, что вот брать его и бросать на какие-то там старые issues, ну, это не совсем красиво. Ему, хочется дать человеку что-то интересное поделать. Я вот вместо того, чтобы там на маги натравливать, действительно давал интересное задание там, сделать параллелизацию через воркеры там, сделать там какие-то интересные новые API-рефакторинги. то есть, и вот, в целом, конечно, пришлось потом, где-то после того, как они один месяц поработал, мне пришлось там неделю еще за день какое-то говнецо поубирать, но ты уже видишь, что эта фича работает, это офигенно. И вот так один за другим, один за другим приходили товарищи, я видел, блин, так, а у меня road map уже сократился, там уже почти ничего не осталось. То есть, короче, как-то предубеждения по поводу индусского кода у меня с тех пор как-то уже и нет. То есть, ну да, там ребята с разными подходами и как бы можно это справлять, то есть, есть какие-то там сложности в коммуникации иногда и в поляке, как сделать красивый код, но в целом они как-то проявили себя очень неплохо. То есть, последний из этих парней, ну там вообще была история, у нас Новый год, я ему говорю, так, чувак, у вас есть Новый год? Он говорит, нет. Ну, ты, значит, меня не поймешь. В общем, я пропадаю на неделю, буду в нетрезвом состоянии, наверное, ты меня тоже не будешь хорошо понимать, ну в общем, вот разгребай вот это, там, когда смогу, там тебе отвечу. Ну и он действительно начал ковырять, ковырять, и, блин, он реально вот взял и кучу просто, вот мы хотели выпустить вот новую мажорную версию, он, по сути, подготовил всю базу под мажорную версию, то есть и рефакторинг сделал там, и кучу новых фишек внедрил, и все такое, то есть в принципе такие достаточно сложные архитектурные вещи. И, да, я возвращаюсь с Новым годом, блин, офигенно. Класс. То есть с этим чуваком, я его в итоге нанял себе на работу, то есть мы мы с ним в принципе активно, то есть если он сказал, что он, его время работы над проектом закончилось, но он бы хотел остаться в концепт-жесе, как в контрибьюторах, ему очень понравился проект. Он как бы до сих пор контрибьюдит, но плюс я его как бы нанял, потому что мы сейчас делаем систему тест-менеджмента для автотестов, то есть когда у тебя становится очень много тестов, ты уже просто забываешь о том, какие они есть, и сложно их добавлять, то есть вот как таск-менеджмент, только тест-менеджмент. Ну и вот наша система позволяет их там легко создавлять, искать в них, запускать, там репорты получать. Ну и я как бы все это напилить не мог, и мы с товарищем решили его еще нанять, так что чувак вообще классно устроился, он теперь еще и архитектуру для этого пишет. Интересно, интересно. Да, это была очень классная история, сейчас, к сожалению, они новых индусов не пригоняют, поэтому развить чуть-чуть затормозилась. Да, слушай, ну вот тут, мне кажется, очень-очень классная история, потому что действительно как бы есть некое такое предубеждение, ну и как бы во всем мире такой мем, да, там индусский код, вот это все такое, а тут, видишь, оказались вполне себе адекватные, грамотные ребята, более того, которые, видишь, даже задержались, так сказать, на долгий срок. Да, то есть, знаешь, вот я пробовал там, когда я запускал вот этот свой тест-менеджмент проект, testomat.io, зайдите, посмотрите, может вам как раз пригодится, потому что он работает и с концепшенами, и с концепт-жесами, и вот вообще со всеми тестовыми фреймворками в джес мире. Так вот, когда мы его стартовали, ну, у меня есть как бы свой любимый стек, это rails-produce-ember.js. Когда я кому-то там и про него рассказывали, все такие, что на этом кто-то пишет? Да нет, давай по-простому на реакте. Я говорю, нет, ребята, на реакте и по-простому это вот не получается. То есть у людей есть некоторое предубеждение, там, с чем бы они хотели, там, бэкэнд на нуде, там, на реакте, фигак-фигак, ну, и, в принципе, я вижу, что этот путь, он как бы для хорош, для каких-то там сложных компаний, но очень плох для стартапов, потому что ты очень много времени будешь тратить на продумывание архитектуры, на создание каких-то там базовых вещей, там, просто для регистрации пользователя, ты будешь сидеть там неделю, первую разработки, потому что, ну, готово, готово, может, ничего и нет. И, а вот этому парню я говорю так, Ember.js, ты знаешь? Нет. Ruby, знаешь? Нет. Rails, знаешь? Нет. Прекрасно, изучай. И, собственно, то, как он быстро смог вот просто выучить новый язык программирования Ruby, ну, я ему, в принципе, так и сказал, что Ruby, это не язык программирования, это такая вот, такая неотъемлемая часть Rails, которую тебе приходится, придется по ходу дела чуть изучить, то есть, оно, к сожалению, где-то так и работает вот в Ruby on Rails мире. И, в принципе, он, да, быстро очень все это подтянул. Сейчас сам говорит, блин, спасибо, что мне показал Rails, мы там с ребятами тоже, там, стартап пили, мы тоже его начали делать на Rails. Так что, мне очень понравилась эта его гибкость, то, что он может быстро там вот такие вот вещи подхватывать, ну, хотя, там, насчет Ember и React мы там расходимся во мнениях, то есть, он как бы понимает, что, ну, он работает и с тем, и с тем, но в каких-то местах ему React больше нравится. ну, круто, то есть, главное, что вот все равно есть такой дух стартапа, есть какие-то прикольные технические решения, и мы можем их развивать, то есть, я очень доволен этим сотрудничеством, и мне кажется, что вот очень такой прикольный поинт, что действительно вы можете находить там своих сотрудников новых через Open Source, потому что, ну, типа, не нужно проходить тестовое задание, ты уже знаешь, как человек работает, и вот если там вместо там 100-500 резюме, с собеседованием, там просмотровый резюме и так далее, гораздо лучше спросить человека, ну, если у вас там есть компания, и вы хотите кого-то нанять, то дайте ей какой-то свой Open Source репозиторий, поработайте с ним, посмотрите, как он пишет код, как он принимает те или иные решения, и вот у меня пока не было никаких проблем с ним. Слушай, ну, это классная штука, но вот я, к сожалению, столкнулся немножко с обратной медалью этого процесса, в том плане, что у всех теперь в резюме есть строчка, типа, профиль на GitHub, ты туда щелкаешь, и там либо пустая страничка, либо 10 тысяч форков ни одного sources, да, то есть своих, и чего, вот зачем прикладывать такую ссылку на GitHub, как бы если в ней нет ничего, то есть очень мало людей, которые действительно куда-то контрибьютят, что-то пишут, к сожалению, то есть все просто услышали, что да, надо обязательно, чтобы в резюме, знаешь, как раньше у всех в резюме было jQuery, вот не было резюме веб-разработчика, чтобы у него не было там в ключевых словах jQuery, да, вот в какой-то момент появилось все то же самое, только GitHub, профиль на GitHub есть? Есть, 100%, ну, я там никогда ничего не писал, просто зарегал, чтобы даже фамилию у меня не проставили, но профиль есть, супер, класс, вот понимаешь, такой момент. Да, мне кажется, тут как бы со стороны компании тоже, как бы, вот нужен профиль на GitHub, ну, сделаем, да, там, нужно куда-то там что-то пофоркать, ну, пофоркаем. То есть, мне кажется, тут процессы должны быть чуть иные, что компании сами должны open-source какие-то свои штуки, и вот ту модель, которую я вот как бы предлагаю, что компания берет своего кандидата и говорит, вот у нас вот есть open-source проект, в нем нету таких-то таких-то частей, ну, законтрибьють там туда, и как бы это будет место собеседования, то есть, как бы там, они там уже пусть придумают, оплачиваются или просто так, и, мне кажется, такая воронка входа будет гораздо более эффективной, потому что, ну, даже по собеседованию, даже по всему, ты, ну, ты не поймешь, как работать с этим человеком, то есть, ты не поймешь, там, вот, с одной стороны, человек смотрит на ваши решения внутри кода, для него это тоже уже не черный ящик, потому что вот на собеседовании у него такие на понтах, давайте поговорим про DDD, давайте поговорим там, про там, скейлинг клаудах, а приходишь, тебе дают говнокод на E, там, или какую-то еще там фигатню, и говорят там, ну, разгребай наш legacy проекты 2008 года, который там формочки отправляет, ну, абсолютно типичная ситуация, то есть, в принципе, как бы open source, это такая вот штука, которая может приподнять эту завесу между, с одной стороны, разработчиками, которые со стороны приходят в компанию, и самой компанией, компании что-то показывает, что у них есть, как они делают, и разработчик смотрит, и вот так, мне кажется, они могут знакомиться, и этот процесс как бы будет чуть гораздо более эффективнее, ну, два раза встретились, о чем-то пообщались, потому что, ну, два раза встретились, о чем-то пообщались, а потом жить вместе полгода, ну, просто так даже свадьбы никто не делает, ну, разработчик. То есть, мне абсолютно дик этот процесс, что мы нанимаем разработчика, а потом, ну, не складывается что-то, а уволить его уже как-то так и не получается. Ну да, но тут же ты, видишь, как бы из-за перегретости рынка, из-за дефицита кадров и все, как обычно, знаешь, как бы ведь нет такого, что очень мало компаний, которые мыслят чуть-чуть вперед и такие, так, ну давайте потихонечку начнем там open-sources, там DevRel, да, техпиар, вот это все, что надо как бы там думать о том, как мы будем расширяться, там, нанимать как-то людей. Все же как, приходят там генеральные, так, слушайте, надо расширяться, ну, завтра наймите десяток программистов, только самых лучших и задешь его, пожалуйста, да, ну вот как обычно, да, и потом, значит, отдел кадров, который тоже никогда ничего-то не делал, начинает в попыхах что-то где-то там кого-то, так, быстро собеседование там, все, полчаса вот это, ну, то есть, к сожалению, тут, конечно, много фактов, но идея в том, что open-source – это тоже как один из инструментов такого взаимного знакомства, ну, коммуникации, да, как работодателей и работников, очень классно, мне тоже нравится, как бы. И плюс, опять-таки, ты же можешь законтриметить, это же тоже останется, даже если у тебя что-то не сложится, это же останется в твоем, по сути, портфолио, как для тебя там, ну, и в дальнейшем может где-то пригодиться, потому что тоже как бы не факт, что как бы проблемы в тебе, то есть, компании же тоже могут быть не подойти, не надо думать, что как бы только проблема там в разработчиках, условно говоря, это же все же двухсторонний процесс. Кстати, да, вот, наверное, почему я пошел в open-source, потому что я хотел, чтобы вот тот код, который я пишу, он не выбрасывался, чтобы мой труд был ненапразен, типа, я как бы не столько ради денег все-таки работаю, а ради того, чтобы делать что-то полезное. И вот мой опыт, то, что мы там делали стартап, который развалился, потом еще было как-то пару проектов, где, ну, программистов нанимали просто так вот, как ты сказал, побольше и дешевых, а потом, а что они будут делать, что-то придумаем. Ну, вот такого вида у меня было парочку наймов. Я понял, что работать на работе, ну, у меня просто не было, возможно, вот success story, где я приходил на работу, и мы действительно пилим какой-то полезный, классный продукт, и мне это нравится. Мне вот как бы были постоянно какие-то такие неудачные истории с проектами, и поэтому я забил, и open-source мне как бы, да, я понимаю, что вот мой код, который я пишу, он будет работать, он работает у кучи людей, и как бы мне это больше всего сейчас мотивирует. Слушай, ну, мне кажется, вообще, как бы, в принципе, для любого человека, как бы видеть результат своей деятельности, своего труда – это важно, да, для программистов пилить что-то там, тем более, долго там, и как бы сложно, и понять, что это в итоге никуда не попало, и это никому не нужно, это, конечно, большая печаль. Ну да, вот я не могу справиться с этой моральной травмой. Ну да, видимо, знаешь, как бы так просто сложилось, видишь, что да, у тебя там были какие-то стартапы, которые никуда не взлетели, не сложилось, и вот так. Но open-source для этого плана действительно круто, как бы мало того, что ты пилишь, ты как бы, да, знаешь, что много людей используют, там еще кто-то приходит, тебе такие, вот, смотри, ты там такой молодец, туда-сюда. Расскажи, кстати, как раз вот про это, вот ты же там сказал, что ты там с какого-то, с 13-го года, да, немножко ушел в open-source, там, про то, что у тебя там был спонсор, который вообще тебе, так сказать, все это делал, там, три года, ну, так сказать, спонсировал твою разработку, по сути, в open-source. И вот дальше ты там все равно как-то сейчас пытаешься вот про эту свою сторону, то есть что ты сейчас это, сейчас это у тебя просто донаты какие-то там, там, не знаю, аля на патроне на Codeception, на Codecept.js, как сейчас вот эта модель? Ну, с донатами история такая, что они пока, ну, пока не особо используются, то есть, ну, во-первых, что GitHub не запускает этот свой спонсор на Украину пока никак, Open Collective я тоже долго не внедрял, потому что они там PayPal только использовать для вывода, то есть вообще не было как-то смысла. Ну, я таки запустил Open Collective, кстати, они уже не только PayPal поддерживают, то есть, по идее, им уже можно просто отправлять инвойсы, но там как бы за полгода, допустим, у нас набралось 900 долларов, ну, типа, это не те средства, которые можно жить, но, ну, блин, 900 долларов – это уже чуть больше, чем нифига. И вот я как бы выдал эти 900 долларов там к контрибьютору Гентаутусу, к Мисс Элису из Вильнюса, который, вот, собственно, Мейнтейнл Концепшн пока у меня не… ну, он сейчас как бы активно как бы делает релизы, то есть, как бы, он сейчас активно им занимается. Поэтому я подумал, что честно отдать эти деньги ему, мне все равно как бы на жизнь этого чуть-чуть менее, чем не хватает. Поэтому, допустим, вот полгода я работал по контракту на одну компанию в Нидерландах, то есть, как бы, чуть подзаработал, потом, может, что-то еще. Сейчас вот тесты пишу. То есть, такая вот больше фрилансерская деятельность, но вот в своей деятельности мне важно, что я работаю со своими продуктами, то есть, с концепт-жесом, с концепшеном я знаю там… я изучаю их там в те или или иные стороны и смотрю, как я их улучшаю. То есть, во-первых, получается, это у меня фриланс вот такой вот. Во-вторых, вот та вот интересная часть моей жизни – это всякие тренинги и консультации. То есть, когда там тебе обращаются компании из какого-то там из Европы и говорят, а приезжай как к нам в офис, проведи тренинг или просто посмотри, как там у нас код. Ну и в целом оно очень… ну всегда очень интересно. То есть, ты видишь людей, ты погружаешься совершенно в другую среду, в культурную, в языковую, в бизнес-процессы другие. И, ну кроме того, что ты гораздо больше узнаешь о своем продукте, ты узнаешь гораздо больше о людях, ну и в принципе путешествия, особенно бизнес-трипы, это вообще здорово. Ну как бы да, тебе их там оплачивают, все дела, это как минимум уже плюс. Ну да, да. Ну мне кажется, тут еще и очень большой важный момент, что ты как бы порой можешь узнавать новые стороны использования того своего фреймворка, которых ты, возможно, даже и не задумывался, не предполагал. Наверняка такие у тебя были открытия. Ага, еще у него, оказывается, и вот так могут использовать. Ну ничего себе. Вот, и в конечном итоге это же тоже влияет на тебя, как понимание использования своего продукта своими пользователями, как бы дает пищу и платформу для того, чтобы для дальнейшего развития, для какого-то улучшений. Ну ты собираешь какие-то best practices из тех или иных решений, или внедряешь их, если это на уровне тулов, или просто держишь их в голове и потом используешь их в следующих там тренингах и консультациях. Типа вот смотрите, в таких-то ситуациях можно делать так-то, а в таких-то вот этак. Ну, в общем, это очень классно. То есть вот именно когда ты офшор-консультации, когда ты приезжаешь в офис, ну это для меня как бы самое интересное было в этой работе. Когда это все онлайн происходит, ну в онлайне, конечно, тренинги – это такое себе удовольствие, потому что как бы часть людей что-то делает, часть ты не видишь. Ну, в принципе, сейчас вот все познали всю эту боль Zoom-общения, а вот я ее познавал до того, как это еще было модно. То есть когда там нужно провести, допустим, два дня онлайн-тренинга через Zoom, ну это выматывает на всю неделю, потому что ты сидишь и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, а вот какой-то коммуникации вот с человеком может и не возникать. В то время, когда ты там в офисе, ты можешь там подойти, спросить, поговорить, там вы можете более свободно. Ну, короче, сама атмосфера офиса, она позволяет тебе самому понять, что, собственно, здесь происходит и зачем ты здесь находишься. Ну да, да. Да, то есть вот, ну то, что самое крутое у меня было, что я в Сент-Луисе работал, в Federal Bank Reserve, там у меня есть прекрасная фоточка, где я миллион долларов, там я их неделю консультировал, ну было очень классно, то есть я, во-первых, узнал, что такой город существует, я узнал, как там, там их настроение, типа почему они за демократов, короче, пожил в этом прекрасном городе, сходил на бейсбол, ну то есть просто погрузился в эту среду, то есть мне кажется, в обычном там туризм-путешествии у тебя нету возможности настолько хорошо пообщаться с жителями этого города, там, и понять, а что там и как. Ну и вот примерно так же в Европе, там, в Германии, там раза три или четыре бывало, я не помню, ну именно так вот по работе, к сожалению, вот в UK приглашали, но у меня уже виза и стекла, и поэтому в UK пока. Ну и в принципе, мне кажется, на ближайшее время это вот возможность круто, активно путешествовать в компании, она пока что закрылась, поэтому, ну, классно, буду писать больше кода. Ну да, ну придется еще, видимо, и какие-то онлайн тоже мероприятия, к сожалению, проводить, никуда, видимо, от них не деться. Слушай, ну опять же, вот это тоже как интересно, что вот open source какие-то такие решения, но вот это не просто какая-то там, не знаю, конечная библиотечка, которую просто кто-то там взял и подключил, а это именно вот больше такие инфраструктурно-платформенные штуки, которые действительно видишь, что как бы если их там компании используют, то даже они там приглашают тебя провести какую-то консультацию, проверить, как это работает. То есть мне кажется, что тут есть такая связь, то есть не любой open source проект способен добиться того, чтобы там была необходимость каких-то консультаций по его использованию. Ну если это какая-то там, не знаю, UI-штучка, ну навряд ли оно кому-то надо, ну подключили и заюзли. Да, тут есть как бы три уровня, библиотека, фреймворк и продукт, то есть библиотека, плюсы библиотеки, ты можешь там напедалить какой-то left-pad, получить там миллиард установок и быть там мега офигенным разработчиком, то есть вот у меня там есть знакомые, у которых там вот гораздо больше установок, чем у моего, ну это логично, то есть с библиотекой ты можешь гораздо быстрее вот получить свой, ну свое место в зале славы open source и сказать, мой продукт используется там на миллиардах там сайтов и вот все-все он держит. ну у тебя абсолютно нету никакого фидбэка, никакого канала связи с этими компаниями, то есть ну как-то используется и окей, и там вот то, что и как проверить, где он используется, можно только удалив его с NPM и узнав кучу гневных комментариев в свой адрес. Да, вот когда ты пилишь фреймворки, ну фреймворки там уже чуть сложнее, потому что, ну да, рост пользователей не такой большой, но когда люди принимают решение использовать фреймворки или нет, это уже не просто NPM install, это там нужно пойти, поговорить, обсудить альтернативы, то есть уровень пользовательской базы будет гораздо ниже, но зато как бы люди уже завязываются на твой фреймворк, то есть они уже это используют, им это уже важно, то есть в этом плане в принципе все достаточно неплохо и если там он еще мегапопулярный, ну к сожалению там концепт.js пока еще не такой крутой, как Cypress или там что-то другое, то можно уже на этом поднимать хорошие деньги, там продавать видеокурсы, продавать какие-то сопутствующие коммерческие сервисы, ну вот примерно такое, то есть делать надстройки, то есть я вот мне кажется только сейчас понял, какую надстройку я могу сделать над своими сервисами, до этого просто не было понимания, как это монетизировать по-хорошему, то есть через SaaS, ну вот я вижу ребята из LARWELL сообщества, они как раз монетизируют Я только хотел вспомнить, да, LARWELL, LARACAS, это же Да, но вот LARACAS они начались, я вижу сейчас просто они вот, просто каждый, кто в этом сообществе активно контрибует, делает и свои видеокурсы, и свои какие-то программки, причем некоторые абсолютно бесполезные штуки, ну насчет курсов тоже не знаю, я как бы не особо фанат этого всего, но вот есть какое-то вот предпринимательское жилкое вот это вот развитие Ну и в принципе это как раз очень такой пример, как можно на фреймворке поднимать деньги и как это развиваться, то есть есть много вот успешных кейсов, но мне кажется главное это действительно получить мега популярность, мега публичность, и тогда что-то не делай, у тебя в принципе все получится Ну я где-то вот посерединке, то есть у меня с одной стороны есть какое-то ядро и какие-то заинтересованные пользователи, но я не могу сказать там, что вот я там запедалил какую-то штуку, стоит она 20 баксов, набегите туда тысячу человек и купите ее, то есть у меня этих тысяч человек нет, мне там приходится там как бы чуть-чуть иначе выстраивать процессы, то есть допустим больше общаться с бизнесами и выходить больше на интерфайс-сегмент ну как бы, то есть тоже такой неплохой вариант ну и третий путь это продукт, я думаю тут лучшая история это GitLab, вот с запорожцем ты общался, это тема известная то есть в принципе вот фреймворк или продукт, да это в принципе достаточно перспективная тема, чтобы над ними работать, то есть то, что у GitLab так получилось, ну это в принципе мне кажется, во-первых фактор везения, фактор очень попал в нишу, ну и очень важный фактор то, что мне кажется GitLab он не делал ничего нового, да, то есть первое время они вообще старались ничего не делать другого, кроме того, что делает GitHub, только ты можешь его установить у себя, то есть они тупо вот изначально паразитировали на GitHub и в принципе это было очень эффективно, ну для меня такое, ну я вот на ранних этапах смотрел GitLab, ну мне нравилось то, как у них все активно продвигается, но мне было скучно, потому что не было каких-то оригинальных идей, ну там они конечно потом уже GitHub CI запилили, вот это было действительно круто, но вот на раннем этапе мне не нравилось их развитие, то что они клонируют и тут как раз есть проблема, что если ты делаешь продукт опенсорсный, ты не можешь делать что-то уникальное, потому что ты не наберешь массовую аудиторию, потому что они же не поймут, что им это нужно, то есть ты должен просто брать какие-то решения, которые уже существуют там и просто их переводить в опенсорс, то есть там ты не можешь там сделать какой-то мега уникальный таск-менеджер или мега уникальную там, ну в общем все, что ты не сделаешь, оно уже будет работать или в SaaS, или в каких-то других штуках, то есть скорее всего тебе, ты просто будешь делать существующие решения, которые люди захотят ставить он хост. Вот это, кстати, очень интересная мысль, ну в смысле такая, что смотри как бы, да, хочется с одной стороны сделать что-то новое, интересное, инновационное, но инновации как бы, ну просто в свойственной манере, да, люди как бы и, во-первых, в принципе довольно-таки тяжелые на подъем и как-то принимать, и чтобы эту инновацию как-то внедрить и действительно популяризировать, да, в это нужно вложить много сил и средств, а если ты там как бы начинающий стартапер или вообще там такой, так сказать, там сам себе хозяин такой опенсорсер, ну нет у тебя там ни сил, ни средств, ни ресурсов это делать. И действительно вариант как бы сделать что-то, аналог чего-то популярного, но там в мире опенсорс как бы открытого, это очень-очень неплохая идея, и в принципе в этом ничего плохого нет, но как бы все друг друга копируют лучшие идеи, и собственно на этом строится какое-то развитие и конкуренция, да, ну как бы, и вот мне кажется, да, тот пример же того же самого GitLab, он как бы показал успешность этой модели. Ну да, когда ты закрываешь чью-то боль, но вот ты точно знаешь, что эта боль существует, потому что в принципе вот компания этим используется, что, но вот если, да, тот же GitHub себе поставить было очень дорого и тяжело, кто GitLab сразу было поставить очень быстро и легко, то есть вот нужно сразу попадать в маркет и сразу делать так, чтобы твой сервис хотели устанавливать у себя, ну, в принципе, как бы, вот поэтому я, честно говорю, очень боюсь выходить вот в эту сферу в продукт, ну именно опенсорсный, и вот если кто-то там думает, что они вот пилят свой SaaS и сделают его опенсорсным, и они станут за счет этого получат какие-то плюшки, как GitLab, но далеко не факт, возможно, если вы делаете это как SaaS, вам будет проще набрать базу пользователей, чем потом по опенсорсу искать тех, кто этим действительно пользуется. Допустим, я вот общался с разработчиком KiwiT CMS, это тоже тест-менеджмент система, но такая очень лдовая, но опенсорсная, то есть там вот интерфейс деревянный-деревянный, вот я посмотрел, мне стало страшно, я испугался, убежал. Ну, они там, в принципе, его неплохо монетизируют, там какие-то у них система подписок, то есть в принципе оно как бы развивается, и вот ты понимаешь, что да, у этого продукта действительно есть рынок, ну вот те, кто не готовы платить там за тест-трейл или за какую-то еще штуку и хотят при этом контролировать все у себя, то есть они не хотят идти в какие-то другие компании и платить им за саппорт, они просто ставят себе и развивают это, то есть там какие-то там, не знаю, большие вендоры, которым проще это поддержать у себя и потом иногда спихивать ищутся на разработчиков. И вот, и то, что интерфейс деревянный, их совершенно не смущает, то, что там с этим пользоваться очень, ну окей, enterprise, enterprise, все к этому привыкли. Ну да, да. Ну тут видишь, как бы да, есть, конечно, разные модели, там вот есть какой-нибудь там, не знаю, либо ты просто решаешь какую-то очень-очень такую прям боль, какую-то большую проблему берешь на себя, ну не знаю, там вопрос мониторинга, например, вот как бы хороший пример там, не знаю, Sentry, да, как бы, ну, облачный сервис, который, да, у них там их клиенты открытые, опенсорсные, пожалуйста, ты можешь на них посмотреть как бы, ну, так сказать, если ты хочешь там даже какое-то минимальное количество ошибок, там, 5000 или сколько-то у них там в месяц, пожалуйста, бесплатно, а дальше как бы вот уже там денежку. Хочешь там он-сайт, ну, тоже денежка. Вот, но они решают вполне понятную конкретную проблему, действительно, как бы, ну, если делать ее там решать своими силами, это как бы дофигища надо в это вложить там, да, сил, средств. И как бы, ну, тоже неплохая модель такая. Но тут что-то в опенсорсе, какие-то только сторонние библиотеки, ядро все же, так сказать, клоузет, по сути, такой клоузет сорс. Я думаю, там все-таки основная их ценность как раз в инфраструктуре, что ты не думаешь, как это все попадает и как это все отображается. То есть, тут у них идеальное место в этом плане для SaaS. Но конкуренция большая. Ну, потому что, да, востребованности, там всякие датадоги, центры как бы не зря не появляются, потому что все хотят урвать свой кусочек пирога. Слушай, ну, мне кажется, мы так с тобой неплохо обсудили примерно все, наверное, такие темы, какие хотели. И вот, может быть, так в конце немножко даже там пофилософствовали на тему продуктов и что бы можно было такого еще там, сказать, сделать, запустить какие-то вот такие высказали мысли. Я думаю, давай, наверное, на этой, на этом месте поставим как-то точку в нашем сегодняшнем выпуске. Вот. Если есть что добавить, там пожелать или какое-то посоветовать нашим слушателям, то давай. Ну, в общем, не пугайтесь open-source, не пугайтесь open-source разработчиков. В общем, им иногда очень важно слышать ваш фидбэк, даже если он негативный. Вот, ну, в принципе, я вот постоянно читаю тот же твиттер, и мне очень приятно там услышать какие-то приятные слова, я там могу это ретвитнуть, или там если кто-то что-то пишет, то есть, ну, пишите какие-то хорошие вещи, и, в принципе, это будет иногда там даже лучше, чем если вы сделаете pull-request. То есть, ну, да, pull-request – это классно, но это всего лишь код, а это действительно может помочь развитию проекта гораздо больше, правильная мотивация. Так что, как бы, за каждой строчкой кода есть люди, так что не забывайте передавать им привет и, как бы, больше коммуницировать и узнавать о том, как это все работает. Ну, да, как бы, код – это бездушные битые байты, а, как бы, человеческое общение и какие-то эмоции там получены от каких-то комментариев, фидбэк – они всегда важны. Я здесь тоже соглашусь с тобой. То есть, при этом я, да, сейчас я не сторонник вот этого очень такого вот, как это сказать, очень вежливого подхода к коду. Окей, да, вы можете говорить, что это код – говно, это, ну, это абсолютно нормально. То есть, ну, люди как бы по-разному к этому относятся, я стараюсь так никому не говорить. То есть, я в своей работе, когда мне присылают pull-request и, да, я понимаю, что это полный трэш, я говорю, что, ну, я бы его принял, но если вот это было бы чуть иначе, да. То есть, я пытаюсь, как бы, объяснить человеку, ну, я не пытаюсь там использовать такие слова в своей работе. То есть, ну, и, в принципе, оно, как бы, тоже даёт свои плоды. То есть, очень важно понимать, что если ты хочешь получать какие-то новые contribution-ы, то, ну, постарайся направлять человека на нужный путь. То есть, даже если ты понимаешь, что, скорее всего, он всё равно тебе какую-то ересь напишет. Но, то есть, это такая себе игра в долгую. Но при этом я согласен, что, как бы, в любом случае, каким-то образом выражаете фидбэк. То есть, окей, говно, хорошо, давай пообщаемся, где говно, почему говно, там, как можно исправить. Это, как бы, в любом случае, тоже важно. И это классно, когда такая коммуникация происходит. Потому что, вот, мой опыт, я вот последнее время там работал в компании в Нидерландах, и у них там какая-то очень сложная там политика. Типа, мне постоянно моя менеджер говорит, вот ты неправильно общаешься с людьми, они тебя боятся и так далее. Ну, типа, возможно, я там делал формы, там, конструкции типа «вини дзыс», вместо того, чтобы вы не соизволите ли там посмотреть, там, туда-то, туда-то. Ну, короче, вот, когда я стараюсь делать простую, доступную бизнес-коммуникацию, там, без лишних слов, то люди где-то меня не понимают. Или когда я там провожу воркшоп, я говорю, а теперь откройте вот это и сделаем то-то. Там, где человек, он фыркнул, нет, я не хочу этого, я этого не буду делать. Короче, что-то вот такое. То есть, когда вот эта коммуникация усложняется из-за этих вот строгих этических каких-то норм, при этом я смотрю там какие-то внутренние чаты, где люди общают, должны общаться ни публично, ни по работе, но я вижу, что там нифига не происходит. То есть, там максимум люди там какие-то смайлики друг к другу отправляют, там, эмоджи, и там, ой, да, спасибо, ой, пожалуйста, ой-ля-ля-ля-ля-ля, ну, а вот как-то, а поговорить не о чем. И вот, мне кажется, это очень опасно, когда вот вводятся какие-то такие этические нормы и теряется сама суть коммуникации. То есть, да, понятно, что люди есть разные, никто не хочет там попадать в какие-то конфликты, но всё равно, мне кажется, важно, чтобы язык был не табуирован и все мы могли общаться. Ну, то есть, одно дело вот, когда тебе просто говорят говно безэпеволюционно, но другое дело, когда это можно действительно обсудить, проговорить и решить, как бы нам, ну, не использовать этих вещей. Ну, да, да, это, кстати говоря, вот ты пока говорил, я сразу вспомнил буквально один из недавних выпусков у меня был про код-ревью, круглый стол, там, собственно, Саша Макаров, CoreE, CoreContributor, да, вот как раз-таки рассказывал, что да, что в опенсорсе, но мы обсуждали с разных сторон, там, Enterprise, молотилку, там, всякие веб-студии, в том числе, опенсорс, что да, вот, если там в Enterprise, например, я просто могу там пойти, там, ну, если я там начальник, условно говоря, да, и сказать программисту, так, ты написал хрень, переделай, всё, свободен, то в опенсорсе это не работает, и вот ты тоже как раз-таки именно про это же подчеркнул, что да, если тебе нужны контрибьюторы, ну, надо, во-первых, быть чуть-чуть лояльнее, потому что либо ты, если будешь, так сказать, в диктаторском режиме, ну, собственно, будешь один тянуть всю эту лямку, и никакого у тебя сообщества не появится, если, конечно, тебе это, вот такой вариант тебя устраивает, да, никаких проблем, да, если всё же ты как-то хочешь какого-то развития сообщества и проектов в целом, то, ну, немножко по-другому надо себя вести. Ну, да, иногда приходится соглашаться на вещи, которые ты, вот, абсолютно тебе не нравятся, тебе абсолютно оно не хочется, но ты видишь, что, в принципе, человек сделал вот титаническую работу. Ну, да, чтобы не отбить у него желание, как бы, да, что-то. Да, да. То есть, сам бы я сделал, конечно, всё совершенно иначе, но что поделаешь, приходится вот идти на какие-то такие компромиссы. То есть, вот в Concept.js, допустим, там есть такая вот вещь, параллельный запуск тестов. То есть, её пилил один сторонник интрибьютор, потом второй, потом третий. Я этой штукой никогда не пользовался, и, честно говоря, оно настолько криво и неправильно сделано, ну, как бы, я, конечно, там, на уровне код-ревью, как бы, пытался вот выстроить, чтобы оно было архитектурно корректно и чтобы всё работало. Но, в целом, просто люди приходили с какими-то такими бизнес-требованиями, которые ну, в той парадигме решались не слишком хорошо. И, то есть, этот модуль просто ушёл на самотёк. Когда люди спрашивают, что, почему у меня не работает? Я такой, I'm sorry. Я абсолютный. То есть, мы просто делаем сейчас новый движок уже запуск на воркерах, и там, говорю, вот там будет хорошо. А это, пожалуйста, не используйте. Но всё равно эта штука была полезной. То есть, просто иногда приходится потом приходить и подчищать вот всё то говнецо, которое осталось за контрибьюторами. То есть, да, допустим, если в компании ты можешь сказать, а вот здесь ты спустил запятую, там, вернись, пожалуйста, и сделай коммит, как полагается. А в опенсорсе там приходишь и, ну, ладно, вот здесь там документации не хватает, здесь этой, эй, чувак, куда ты два месяца назад пропал? Ну, ладно, давай я уже сам документацию за тебя допишу, там, без проблем. Ну, как бы, да. Ну, тут тонкая такая грань, да, чтобы, с одной стороны, ну, не хочется, условно говоря, брать всё на себя, доделывать, да, а с другой стороны, иногда вот за счёт чуть более жёстких таких каких-то мер можно просто тупо не дождаться ничего, да. То есть, человек, как бы, ты ему начинаешь тыкать, слушай, ну, вот это с этим не согласен, с этим не согласен. Он подумает, да ну, нафиг, вон, я свою форку, у меня всё работает, спасибо, до свидания, там, и... Да, как бы... То есть, я очень надеюсь, что у меня получится дорасти вот до того уровня вот в моих проектах концепция, когда концепция, когда концепция, когда я смогу нанимать каких-то людей, которые будут, вот, как бы, более, там, постоянно этим заниматься, то есть, чтобы это действительно выстраивалось в процессы, и в целом, мне кажется, что, вот, модель sustainable open source, когда, вот, действительно open source проекты как-то начинают получать на этом деньги и могут себе это позволить, она в будущем очень неплохо будет работать, ну, и open source, он становится как частью бизнеса. Так что, то, что, как бы, вы работаете в open source, то, что вы как-то с этим связаны, ну, это, как бы, как часть работы, ну, не вся та работа, за которую платят деньги, и не факт, что деньги вам приносят больше удовольствия, чем ваш open source продукт. Ну, да, да, надо не только работать и зарабатывать, но ещё и удовольствие получать от всех этих процессов. Это да. Давай, наверное, тогда на этой такой позитивной, мне кажется, вот, нотке поставим точку в сегодняшнем выпуске. Спасибо тебе большое, что пришёл в гости, вот, было очень интересно, и послышать разные такие истории, которых не прочитаешь на просторах интернета, вот, и про индусов, и ещё всякие другие, мне кажется, это было здорово. Вот. Да, спасибо, что пригласил, было очень интересно. Друзья, вам, как всегда, напоминаю, что не стесняйтесь оставлять ваши комментарии, замечания, пожелания, предложения, ваш фидбэк, как уже Миша тоже неоднократно поминал, очень важен, вот, какой бы он ни был, в особенности он конструктивный. Вот, поэтому приходите, оставляйте комментарии, если вам понравился выпуск, поддержите его, там, патрону, став патроном, это тоже приятно будет. Вот. Ну и до новых встреч, всем спасибо, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok